Какие есть медицинские показатели для вегетарианства? Окей, я согласен, там животных убивать, это может быть не очень метично. Да, это мы еще обсудим. А медицинские показания есть какие-нибудь? Когда мы говорим о современной медицине и задаем вопрос, насколько это полезно, да, вегетарианство, мы будем говорить о каких данных, да, какие исследования мы будем набрать? Нет, ну говорят, что вот есть там холестерин, повышает сердечно-сосудистые заболевания. Вегетарианство просто, оно, конечно, может быть, во-первых, да, оно может быть очень неполезно, да. Если человек просто отказывается там от мяса, там, сосисок и всего остального, продолжает есть какую-нибудь фигню, которую покупает в супермаркете копейка, понимаешь, да, как бы чипсы и все остальное, запивает кока-колой. Да, при этом он, конечно, может назвать себя вегетарианцем, он будет вегетарианцем, но насколько он полезно питается, вопрос, да. А чего вообще это стало необходимостью людей перестать есть мясо? Ведь люди десятки тысяч лет едят мясо и здоровыми себя чувствуют. Мы возвращаемся, собственно, ничего не открываем к первообразному питанию. Нас создал так Бог. Мы плодоядные существа по своей физиологии, по анатомо-физиологическим параметрам. То есть, если сравнивать строение организма животных и людей, то мы даже не травоядные, мы плодоядные. Таково устройство наших зубов. У нас нет таких клыков, как у хищников. У нас клыки для того, чтобы корень и орехи перерабатывать. У нас температура крови гораздо ниже, чем у хищников. У нас соляная кислота там в 10-20 раз меньше, чем у хищников. У нас длина кишечника. Ну, абсолютно все параметры говорят о том, что мы плодоядные. Когда Россия жила по православному календарю, и вся страна соблюдала посты, которых огромное количество какое-то время, все люди не ели там ни мяса, ни яйца, ни молоко, и рыбу тоже далеко не во всякие дни. Они ели там репу, картофель, в меньшей степени капусту и так далее. И да, все спокойно жили. Потому что не было вот этого... То есть это было оправданно определенной системой, вне зависимости от уровня их дохода. У нас сейчас такой системы просто нет. Давайте продолжим. У нас есть другая система, которая диктует нам то, что мы употребляем. Вся эта система изначально построена. Система образования, система экономическая система. Все это основано на употреблении, на то, чтобы был потребитель и был продукт. Лучше никто ничего не придумал, я боюсь. Мне кажется, сейчас система этических противоречий. Кстати, мы затронули вопрос, как официальная медицина относится к вегетарианству. Даже в России институт питания зачастил две диссертации о пользе вегетарианства. На самом деле, у ВОЗ есть рекомендации, что веганская диета, состоящая на 40% из вареной еды на 60% и сырой, это диета здоровая. То есть официально несколько лет назад признали, наконец, что веганская диета не берет никому в никаком виде. Сколько лет назад? Ну, там, лет 5 назад максимум, совсем недавно. Если в организм поступают там все нужные аминокислоты, там, типа, все эти 8, которые они производят. Ну, обычно осознанные веганые, они думают о том, что им нужно какое-то количество витаминов В в каком-то там вариации потребить. Ну, это должна быть целая культура и образование, потому что невозможно перестать быть мясоедом и резко знать, как это все приготовить. И люди попадают в стопор и прекращают быть... Ну, приходится, например, азиатские культуры, которые исторически, там, тысячелетия живут без мяса, да, они все употребляют рис и бобы, да, например. Рис и соль. Лаковые. Да, потому что как раз в комбинации риса и соя набираются вот эти все аминокислоты, которые... Идеальная комбинация, идеальная комбинация в этом случае один к двум, то есть две части злаковых, одна часть бобовых. В этом случае это во всех культурах, можно просто видеть инки, например, там у них лепешки кукурузные, там хумус, да, с лепешками, опять же, да. Во всех культурах это есть, то есть в этом именно соотношении один к двум, это идеально для питания, питательное вещество для тела. То есть вообще это вредно, насколько это вредно выращивание говядины, там, и так далее, ну, и с точки зрения экологии, или это окей? С точки зрения экологии. По сравнению, там, с сельским хозяйством, которое там выращивают, я не знаю, это лаковые или бобовые. Если говорить о рациональном подходе, то, естественно, растительное питание, как первичный продукт, это всегда будет все гораздо более экономично. Но это, помните, такая вот пирамида, консументы первого порядка. Это растения, которые научились органическую массу за счет солнечной энергии получать. Дальше ими питаются, там, травоядные, дальше хищники. Если мы уберем вот эти вот ступеньки промежуточные, человек напрямую будет питаться растениями, то это гораздо более экономичный способ. По разным оценкам, в 10-16 раз. А скажите, пожалуйста, вот как вот набегу там в городе, да, вот я бегу мимо Мадонницы, всяких Бургер Кингов, хочу адски есть. И что мне делать в эту секунду? На самом деле, вот сейчас вот мы, когда собирали для Гринхантера базу, у нас уже около 800 точек, адресов в Москве. Понятно, что входят велопарковки, которые так забивают эфир. Понятно, что входят сетевые изведения, типа Starbucks в 45-45, азбук вкуса, которые тоже забивают эфир. Но так вот, если открыть карту и посмотреть на нее сверху, такое ощущение, что Москва исключительно зеленый город. То есть у нас все есть, мы просто этим не пользуемся. И этого всего постоянно добавляется. Нет, есть еще специализированные. Специализированные, типа джиганата, да, конечно. Потому что веганы не любят посуду, на которой готовы с мясом, поэтому у нас есть несколько кафе авокадо. У нас есть ресторан джиганат. Ну, согласно, он не раскручен. Джиганат просто 10 лет назад это было хорошо, сейчас там все приготовленное заранее, как бы все разогревается. Есть новое кафе Сук и бюхет. А кафе Сук новенький. Вопрос. Кафе Сук, да, как бы вот это приятная, как бы такая неожиданность. Но подумайте сами, для 10-15-миллионного города Москвы, да, у нас есть кафе Сук и все. Я хочу сказать, подожди, я хочу сказать, когда мы по поводу субкультуры искали гостей для обсуждения этой темы, вот найти вегетарианцев таких или вегов, достаточно просто. Очень сложно найти человека, который будет отстаивать тему, что я мясоед. Потому что это как бы нормально. Люди едят мясо уже много лет, и они просто даже не задумываются об этом. Поэтому действительно субкультура вегетарианства, либо она будет расти, либо уменьшаться. Продолжение следует...